Лошади обладают неоспоримой красотой и грацией, пленяя сердце бесчисленных людей. Их величественное присутствие часто вызывает чувство восхищения и удивления. Однако огорчает тот факт, что в некоторых регионах эти великолепные создания часто становятся жертвами капканов, расставленных людьми. В одном случае человек наткнулся на лошадь в таком капкане, и то, что произошло дальше, было необыкновенным проявлением благодарности. Которая навсегда отпечаталась в его душе. В Румынии распространенным методом удержания лошадей является использование ловушек, предназначенных для захвата их ног. Цель этой практики – не дать им уйти слишком далеко и заблудиться. Эти ловушки состоят из тугих зажимов, которые крепко захватывают ноги лошади, а надежно закрепленные цепи пристегивают их к земле. Учитывая огромную силу и мощь лошадей, цепи конструируются исключительно прочными. К сожалению, как только лошадь попадает в такую ловушку, шансы на побег чрезвычайно малы. Ловушки причиняют животным значительную боль, часто приводя к долгосрочным последствиям, ухудшающим их подвижность и даже основную способность ходить. Этот метод служит средством контроля этих удивительных созданий и, по-видимому, является широко распространенной практикой, которая остается безрегулируемой местными властями. Однако среди этой тревожной ситуации пробивается луч надежды. Счастливый случай улыбнулся одной лошади, когда на ее пути повстречалась добрая душа. Отдыхая в этой балканской стране, мужчина неспешно прогуливался по живописной местности, впитывая захватывающие дух виды, которые предлагала ему Румыния. Погруженный в спокойствие и природную красоту этого места, он невольно превратился в ангела-хранителя для лошади в беде. Когда мужчина прогуливался по лугу, до его ушей донесся отдаленный ступ копыт галлопирующих лошадей, зажигая в нем чувство восторга. Хотя он не мог распознать их точное местонахождение, сама мысль о диких лошадях, грациозно пересекающих холмы и поле Румынии, наполнила его чувством удивления. Во время своих странствий странное зрелище привлекло его внимание вдалеке, частично скрытое высокой металлической травой. Подходя осторожно, движимый любопытством и осторожностью, он приблизился к загадочному присутствию, не зная потенциальной опасности, которая ждет впереди. Однако, приближаясь, его глаза расширились от изумления, а из губ невольно вырвался вздох. Перед ним лежала нечто невероятное, великолепная дикая лошадь, грациозно расположившаяся на земле. Ее шерсть отличалась потрясающим темно-коричневым оттенком, подчеркнутым роскошной лохматой черной гривой, не спадающей по шее и вдоль позвоночника. Чистое великолепие этого создания захватило его дух. Она была огромной, гораздо больше, чем ожидал мужчина. Но было в этом что-то не так. Лошадь тяжело дышала и имела тревожный взгляд. Она слегка брыкала ногами, когда мужчина приближался, и он услышал характерный звон. Это не походило на картину, которую он представлял, когда думал о свободно бродящих по сельской местности диких лошадях. На самом деле это была полная противоположность того, чего он ожидал. Это было, мягко говоря, расстраивающее зрелище. Мужчина посмотрел на ноги лошади и заметил, что на них была надета цепная ловушка. Цепи были настолько тугими, что они не давали бедной лошади двигаться и выглядели невероятно болезненными. К счастью, этот мужчина был обученным ветеринаром, а также заядлым энтузиастом природы и животных, поэтому он знал, что должен помочь бедной лошади любой ценой. Достав свой туристический нож, мужчина начал перерезать цепи вокруг ног бедного животного. Он видел, что лошадь явно находилась там много дней, так как была очень слабой. К счастью, лошадь, должно быть, понимала, что мужчина пытается помочь ей, и не легалась и не дергалась, когда он в целом пытался отрезать или ослабить цепи. Мужчина вспомнил свою ветеринарную подготовку, вспоминая, как правильно ухаживать за лошадьми. Одной из вещей, пришедших ему на ум, было то, что лошадям можно давать пару таблеток процетамола, чтобы помочь при боли. Так же, как процетамол помогает при болях у людей, он так же поможет лошадям. Мужчина запустил руку в карман и достал две таблетки, положил их в яблоко, лежавшее в его сумке, и покормил им лошадь, которая быстро проглотила их. Когда лошадь проглотила яблоко, мужчина задумался, как люди могут быть настолько бессердечными к бедным лошадям. Эти дикие животные заслуживают любви и уважения, и видеть одно из них настолько изувеченным по вине людей было непостижимо. Лошадь ничего плохого не сделала, а теперь она была заперта в ловушке. На самом деле, если бы мужчина не прошел мимо, когда прошел, был бы большой шанс, что лошадь умерла бы прямо там, где лежала. Он задумался, сколько других лошадей по всей Румынии и в других частях мира встретили подобную судьбу. Это определенно было печальное дело, тяготившее сердце мужчины, когда он смотрел на бедное животное перед собой. Он был полон решимости спасти животное любой ценой, надеясь, что лошадь вскоре почувствует эффект обезболивающего. Мужчина вернулся к снятию, казалось, болезненных цепей, в то время как могучее животное просто лежало там и дало ему поработать. Освободив одну из цепей, мужчина, казалось, был доволен тем, что его работа идет хорошо, но затем он заметил кое-что, что по-настоящему шокировало его. Видите ли, одна цепь на другой ноге была на ногах лошади так долго, что вросла в ее плоть. Ходить в таком состоянии было бы невероятно болезненно. Однако мужчина знал, что ему нужно сделать, хотя и беспокоился, как отреагирует лошадь. Он принялся за работу, снимая цепи по одной. Сначала несчастная лошадь проявляла признаки раздражения, издавая тревожные звуки и слегка дергая телом. Однако постепенно она успокоилась, позволив мужчине возобновить свою задачу с величайшей осторожностью и нежностью. Он потратил более получаса, тщательно снимая цепи с каждого из задних копыт лошади. Хотя лошадь по-прежнему явно испытывала боль, мужчина надеялся, что она понимает, что его намерения состоят исключительно в том, чтобы оказать помощь. Прием парацетамола, возможно, начал облегчать мучительный дискомфорт, который испытывало животное. Наконец наступил момент, когда все следы цепей и капканов были успешно устранены, даровав лошади полную свободу. Мужчина использовал несколько бутылок воды, чтобы тщательно промыть раны, ухаживая за ними как мог лучше. Хотя на вид раны казались угрожающими, мужчина не увидел признаков инфекции, благодаря своему опытному взгляду. Зная живучесть лошадей, он надеялся, что они заживут чисто. С вздохом облегчения лошадь испустила чувство спокойствия и безмятежности, освободившись от жалких цепей, запутавших ее. Отойдя назад, мужчина с изумлением наблюдал, как величественная лошадь постепенно поднялась на ноги. Он внимательно следил за ранами, убежденный, что они не причинят длительного вреда. Удивительно, но лошадь, похоже, испытывала минимальный дискомфорт. Однако то, что произошло дальше, лишило мужчину дара речи и принесло слезы на глаза. Лошадь, пренебрегая своей репутацией, непредсказуемости и временами агрессивности, наклонилась к ветеринару и нежно ткнулась мордой в его лицо, выражая благодарность за оказанную помощь. Мужчина тепло рассмеялся, ласково поглаживая голову лошади. Внезапно лошадь отступила на несколько шагов назад и встала на дыбы, издавая торжествующее ржание, которое эхом разнеслось в воздухе. Ее грива танцевала и развивалась на ветру, прежде чем грациозно опуститься на землю с громким стуком. Потрясенный этим невероятным зрелищем, мужчина был охвачен эмоциями. Дикая лошадь встретилась с ним взглядом и в последнем жесте благодарности слегка кивнула, как бы говоря «спасибо еще раз». С величественным достоинством лошадь повернулась и отправилась в целеустремленное путешествие по лугу. Она перешла с шаг на рысь, а затем перешла на голубь, ища компанию своего стада. Когда мужчина вытер слезы, он тоже повернулся, чтобы уйти, глубоко тронутый этой встречей. Воспоминание об этой необыкновенной связи навсегда останется выгравированным в его сердце. С каждым шагом он размышлял о значимости этого момента, понимая, что эта незабываемая связь с дикой лошадью станет незабываемой главой в его жизни. Что вы думаете об этой истории? Дайте нам знать в разделе комментариев. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пожалуйста, поделитесь им и подпишитесь на наш канал. Спасибо.